Бежит здесь, из-под крана центрального, там вода, кипяток бежит, и все под дом идет. И под лесенкой еще там. Вот, все идет под дом, то есть уже это сколько месяцев продолжается, а толку не то. Не дом, а настоящий гейзер или даже сказочный лес. Здесь растут грибы прямо у порога. Правда, радости от этого у жильцов нет. Говорят, устали вдыхать едкий запах и жить словно на болоте. А ведь в доме проживают не только взрослые, но и несовершеннолетние. Из-за сырости, говорят родители, дети постоянно болеют. В бойлерной нужно срочно ремонтировать трубы. Но этого уже устали ждать. Ну, они приехали, посмотрели, вот это надо поменять, все, уехали. То есть их задача посмотреть, уехать и все. Как бы показаться. Ни хомутов нету, ни этого нету. Это надо менять. А кто будет менять? Приедем, делаем завтра. Приедут, посмотрят, ой, а вы знаете, это дорого менять. То есть мы вам менять ничего не будем, пусть бежит. В управляющей компании нам пояснили, что не видят смысла в ремонте коммуникации. Горя-дом признали аварийным еще три года назад. Все его трубы полностью изношены. Восстановить систему отопления невозможно и по причине отсутствия батареи. Их прихватили с собой жильцы соседнего подъезда, которые давно разъехались по новым адресам. Там осталось проживать две семьи, которые ни под какими условиями не хотят переехать, ни в маневренный фонд, ни снять квартиру. Там просто живого места нет. Трубы до такой степени гнилые, старые. То есть варить их бесполезно. Хомуты, ну мы ставим хомуты, но хомутом-то все течитое не устранишь. Это же дом под снос. Он не пригоден для проживания. Вторая часть дома уже превратилась в свалку. Время от времени там отмечают новоселье лица без определенного места жительства. Бывает, орудуют закладчики. Раньше вот здесь вот собиралась молодежь, пивали спиртные напитки. Тут же распили, тут же об стенку разбили стекло. Постоянно. Ну, сами вот результат видите. Как проходной двор, то есть здесь у нас и помойка, тут же у нас и общественный туалет. Ну вот все абсолютно. То есть вот в таких условиях мы живем. Летом окна не открыть, потому что невозможно. Запах страшный. Вот они, пожалуйста. На вопрос, почему оставшиеся семьи до сих пор не покинули злосчастные развалины, жильцы отвечают. Нет возможности приобрести новое жилье. На компенсацию от администрации города 800 тысяч рублей сетуют люди. Равноценное по площади, как положено по закону, в городе не купить. А на комнату в общежитии не согласны. Люди подали на мэрию в суд, надеясь на увеличение компенсации. В администрации Барнаула нам пояснили, что людям на это не стоит надеяться. Правоприменительная практика до сих пор доказывала обратное. Но собственники не отчаиваются. Они намерены судиться до последнего. Пока же просят хотя бы на время залатать дыры на трубах. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком. День с толком. День с толком.